После заседания правительства председатель кабинета министров Иван Моторин успел посмотреть, как идет реконструкция завода керамика, ознакомиться с технологической линией по производству клинкерной плитки. Вместе с ним по объектам ездила и наша съемочная группа. Первым делом председатель кабинета министров отправился на завод по производству санитарно-технических изделий в Новочебоксарск. Осмотрели участок литья санитарной керамики и глазуровки санитарной плитки. У нас в Чувашской республике было реализовано два инвестиционных проекта. Первый из них это строительство завода по производству акриловых ванн и склада. Новочебоксарский улица промышленная. Сейчас завод работает и выпускает около 40 тысяч акриловых ванн в год. Второй проект это модернизация завода по производству фаянсовой продукции. На заводе керамика трудится более 900 человек. Еще в конце 2014 года введен в эксплуатацию проект по реконструкции предприятия. В нем предусматривается выпуск санитарно-технических изделий мощностью производства 2 миллиона изделий в год. Сейчас керамика осваивает новое оборудование. Что касается эко-клинкера, то сегодня предприятие реализует сразу три инвестиционных проекта. Мы фактически на тот момент, когда слова импортозамещения еще не было, первоначально задумали и запланировали вот эту клинкерную плитку, которую в России еще никто не выпускал. Мы сразу свою нишу нашли. Не главное же произвести, главное продать. Поэтому мы пошли дальше. Следующий проект это то, что мы видели, только что обходили. Это производство клинкерной брусчатки и кирпича. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика.